Как связать необычную вещь с изюминкой, чтобы людям хотелось разглядывать, было интересно, чтобы они захотели носить такое? В этом видео смотрите объяснение не просто вязания вот этой вот горловины, а целых шесть вариантов самых разных возможностей моделирования. Как принято обрабатывать горловину? Да вот стандартная такая обработка, она сложена, она каким-то образом пришита, это на таких вещах, а на свитерах это может быть гольф, это может быть короткая какая-то у джемпера обработка. Вот она вот так вот прикидлевана и здесь тоже вот маленькая такая подвертка и та же самая резинка, неважно, и она прикидлевана. Вот у нас такая обычная резинка. Как родился у меня вот такой вот вариант, сейчас расскажу прям технологию, как появился этот вариант и сколько здесь вообще на самом деле много разных вариантов. И вот эти небольшие такие изменения вроде бы в той же самой горловине, они делают наш свитер необычным, такая изюминка появляется. Возьмем лист бумаги и нарисуем вот эту нашу подвертку. Ну на самом деле это какой-то вот такой кусок связанный, резинка, это может быть и кулирная гладь, которую можно просто подвернуть и вот так сложить. Вот как на этом свитере здесь на самом деле прямоугольничек, который просто сложен. Сейчас еще скажу один момент, как я использую вот именно не резинку, а просто кулирную гладь. Эту эластичность я регулирую плотность. Вот мы набрали какое-то количество петель и допустим у нас на диске плотности машины есть обычно 10 градаций, 8 может быть, от 0 до 10, то есть 1, 2, 3, 4 и 10. Я делаю набор и вяжу, разделяю на несколько частей, вот здесь у меня середина, допустим я решаю, что у меня всего 40 рядов, да, здесь 0, здесь 20 середина, здесь 40. И тогда я разделяю еще на части, 20 рядов, скажем, 6, да, потом 12, а потом 20. И тогда здесь у нас 8, значит потом 28 и еще 6, получается 34. 4. Смысл здесь в том, что мы набираем вначале более разрежено, то есть с плотностью меньшей, а потом все делаем плотнее и плотнее к центру. И тогда у нас получается, когда мы складываем, то у нас серединка получается более плотной. Набрали, связали 6 рядов, скажем, с плотностью 4, ну, допустим, 4. Потом следующие 6 рядов с плотностью 2 и до 20 уже с плотностью 1. И тогда 20 это у нас середина, потом следующие 8 рядов тоже с 1, потом 6 с 2 и последние 6 с 4 плотностью. То есть к центру у нас плотность стала больше, стала здесь плотнее, то есть если вот так разложить, то вот этот центр прямо плотненький-плотненький, а здесь более разреженный. И это получается, что у нас она вот такой становится. Вот когда мы сложили нашу планочку, она была вот такая, это ее серединка, мы ее сложили пополам, и у нас получилась вот такая планочка. Вот такая планочка. Как ее обычно на обычной горловине, просто замкнули, прикидливали с одной стороны, ну вот на свитере опять. Вот, ее сделали, связали, сложили пополам, прикидливали, тут везде обязательно есть где-то шовчик, вот видно он такой плотненький. И все, вот так пришили. Но прежде чем ее сложить и сшить, вот этот шов с этим можно поиграть. Вот у меня горловина. Что это за игра такая, да? Вот у меня горловина. Это плечи, это центр спины, это спинка, это перед, это центр переда. И у меня здесь есть вот такая вот полоска, которая была связана ранее. Она здесь находится по центру. Она, допустим, вот у меня вот эта вот полоска, которая идет на свитере спереди. Что я сделала? Я вот эту вот планочку, уже когда я ее связала, подняла первый ряд на второй, и она у меня на машине вот так же в натянутом состоянии, я начинаю на горловину ее надевать, привязывать. Но заранее я подумала, что я сделаю так. Она у меня будет вот досюда. И здесь направление вязания везде вот такое. А здесь я свяжу кусочек в другом направлении. Здесь у меня будет вот такой кусочек, вот в таком направлении. То есть после того, как она уже пришита к самому свитеру, сшиваем. Но на самом деле вариантов-то может быть разных. Много. Какие? Давайте еще нарисуем нашу горловину. Так. Вот горловина. Это плечи, это спинка, это перед. Мы можем что сделать? Мы можем нашу вот эту вот планочку, мы ее можем вот так расположить. Вот мы ее привязываем, а потом берем и вот так закручиваем. Вот так. То есть она у нас... Причем она может быть связана окулирной гладью, настоящей резинкой, на машине, на спицах. Не имеет никакого значения. И вот так вот мы ее завернули. Вот уже другой вариант. То есть это мой вариант первый. Причем я посмотрела, что у меня на самом деле не в таком направлении. Это вот мой вариант первый, да. Это уже получается второй. На самом деле у меня в том же направлении вязания, но только этот кусочек, он не сложенный. И он закручивается вот здесь закручивается и здесь закручивается. То есть это один, это уже два, это уже три. Давайте еще что-нибудь придумаем. Сделаем еще вариант. И мы, допустим, начнем вот так вот. Начнем отсюда. Так. А здесь она у нас вот сюда загнется. И вот так. Вот так они. Одна сюда, одна сюда идет. Это надо просто связать такой кусочек и попробовать, как это будет выглядеть. Номер четыре. Давайте сейчас еще один вариант сделаю. Ну, на самом деле, вот уже вот этих вот четырех вариантов, их достаточно. Номер один у меня на свитере. А, ну, получается, номер два у меня на свитере. Ну, неважно. Значит, какой у нас еще может быть вариант? Мы можем, вот опять все делаю на одном, мы можем вот с таким зазором сделать, как здесь. Так. А вот эту планочку, когда мы ее вяжем, мы ее можем в том же направлении, мы можем здесь набрать больше, у нас вот эта часть закрутится, и сюда она у нас выйдет. Вот это направление, да, вот так же. То есть это сюда скатается, и будет валик такой, а эта снизу скаталась и выходит за рамки вот этой вот части, она выходит вот сюда. Вот еще у нас вариант номер пять. То есть какая здесь технология моделирования? Есть стандартная горловина, которую применяют везде, везде, везде. И это, по сути, планочка, прямоугольник, сложенная планочка, пришита, прикидлевана, собрана здесь, и все. И вот буквально один вариант, когда мы ее не соединяем, как обычно, а оставляем ее несобранной, а потом начинаем придумывать какие-то другие варианты, это уже пошла фантазия, пошло моделирование. То есть есть один стандартный, и мы начинаем уже какие-то другие варианты придумывать. И это очень важный момент вообще вот в дизайне, как придумывать что-то необычное. На самом деле для джемпера, чтобы он стал уже необычным, достаточно вот горловину связать как-то по-другому. Вот в остальном он может быть обычным свитером, а горловина у него другая. И вот это уже какая-то небольшая изюминка делает его необычным. Когда у нас нарисовано какие-то вариантов сколько-то, мы начинаем делать пробы. Вот я сделала какой-то первый вариант, да, и попробовала, он уже интересный, но мне интересны и другие. Ну, на самом деле я свитер уже сделала, а эти варианты как минимум надо сохранить. И это то, что я делаю в своих разработках. Вот связала, чертеж сохраняю обязательно, а идеи сохраняю в виде рисунков. Но на самом деле очень хорошо попробовать эти варианты. Вот маленькую, сделать какой-то маленький образец, как будто бы это горловина, но какой-то маленький образец. И попробовать вот эту планочку, а если ее так, а если так, а если сдвинуть ее в центр переда, сдвинуть на спинку, на бок, сбоку ее сделать, на плече ее сделать, сделать две такие вот горловинки. То есть вот они, появились следующие варианты, когда у нас не одна планочка, а у нас их две планочки, да, и у нас получается вот один кусочек, и вот еще другой кусочек. Вот еще вариант, следующий прям появился, еще номер шесть. И очень хорошо попробовать вот эти вот разные варианты, попробовать сделать хотя бы маленькие образцы. Итак, очень важный момент, сохранить вот пробы. И в своих мастер-классах я как раз вот этот принцип моделирования каких-то небольших изменений и применяю. То есть если у меня написан мастер-класс, а их написано больше тридцати, на разные вещи, на детские, на взрослые, на джемпера, на кардиганы, на платья, на туники, даже носочки есть, шали. И как я этот принцип вот в мастер-классах применяю для того, чтобы представить другие варианты вещей на базе этой. Сейчас я просто взяла вот это платье, которое рядом лежало. У меня здесь есть и брюки. Это не имеет значения, есть мастер-классы по брюкам тоже. То есть, когда я пишу мастер-класс, фотографирую каждую-каждую прямо операцию. Вот если я набрала петли, то показываю фотографии, прям пишу. Вот набраны столько-то петель, провязано столько-то рядов. Начальный ряд поднят на иглы, и дальше пошло вязание. И прям вот конкретно каретка слева, справа делаем это. Переводим каретку, делаем так. И фотографии, фотографии, фотографии. Я не случайно вам сказала, что нужно сделать небольшие пробы и сохранить их. У моей студентки Татьяны, как она говорит, есть две сумки, миниатюр, в которых она все время ныряет, находит там какие-то идеи и использует их. Такая сумочка золотая. Что важно нам для понимания авторского стиля? Это идеи, пробы, сохранение их и с уважением относиться к этим своим пробам и смело их делать. Такое вязание – это огромное удовольствие. Возможность отличаться от очень многих других рукодельниц легко и с радостью продавать, потому что мы не похожи ни на кого. Следующее видео с углублением этой темы. Пишите ваши вопросы. Мне очень важны они, чтобы понимать. И до новых встреч!